Лёш, у меня к тебе такой пикантный, деликатный вопрос. Скажи, пожалуйста, с тобой родители говорили про это в подростковом возрасте? Что ты уронил прям? Да, было дело, да, говорили. Ну, периодически напоминают об этом. Ну, я хочу сказать, что вот у меня сейчас подрастает сын, ему пока 6 лет, но как всё-таки правильно рассказать ему о такой пикантной теме, и как с ним правильно на эту тему разговаривать, я, честно говоря, не знаю. Но зато об этом знает наш гость, который пришёл этим утром в нашу программу, дорогие друзья, заместитель главного врача по детско-подростковой наркологии, врач-психотерапевт, действительно член Российской психотерапевтической ассоциации, семейный консультант по химической зависимости Елена Соловьёва. Елена, доброе утро. Елена, с Новым годом вас, во-первых. Спасибо. С родственницей, вон, со старым Новым годом. Елена, давайте сыграем в игру. Как будто я мама, пришла к вам на консультацию и не знаю, что мне делать, как будет. Вообще, с какого возраста... Я стесняюсь спросить, какая роль мне отведена в этом спектакле. Давайте определимся. Группа поддержки, Лёш. А я думал сын. А может, как раз что новое узнаешь. Мы пришли на консультацию. С какого возраста нужно начинать разговаривать с ребёнком на такую важную тему? Как интимная близость? Интимная близость или сексуальность? Это немножко разные вещи. Давайте разграничим. Интимная жизнь – это некая потребность, которая возникает при половом созревании. И к тому моменту, когда это происходит, ребёнок уже, в общем-то, должен быть готов. Каким образом его к этому подготовить? Это так легко сказать, он должен быть готов. А как? Ну, мы вообще начинаем в детьми разговаривать напрямую или не напрямую с рождением. И даже задолго до того, как, когда мы женимся, когда мы там вступаем в отношения и предполагаем, что у нас будут дети, и уже вот он зачался, появился ребёночек, да, мы начинаем думать, кто он, мальчик или девочка. Это первая ступень такая, базовая ступень этих сексуальных отношений, интимных отношений. Почему-то я хочу, чтобы у меня обязательно был мальчик. Или там, я хочу, чтобы обязательно была девочка. И, ну, вот такие отношения, они иногда между супругами доходят до, ну, определенной степени. Да, бывает такое, да. Это уже такая подготовка. И рождается ребёнок, и мы начинаем с ним тоже разговаривать, одевая его в различные одежды, относясь к нему, там, как к мальчику или как к девочке. Мы же не говорим с ним в среднем роде. Мы же обязательно она, он, ты, ты девочка, ты мальчик, там. Правда, последние тенденции к тому, что как-то это всё перемешано сейчас, и одежда очень сложно определяется. Стёртые грани. Кстати, да, да. Идёт, бывает, по городу, и не можешь понять, идёт ли мальчик или девочка. Да, это такая тонкая грань. Ну, и отношения с детьми, то есть разного пола, они совершенно разные. С девочками мы более ласково себя ведём, более тонко, более, там, чувствительно. С мальчиками до определенного периода тоже. Но потом, если окунуться в историческое прошлое, да, то, в общем-то, где-то до 9 лет или до 8 лет мальчика воспитывали няне. Ну, так сказать, да. Более-таки продвинутые родители нанимали няню мужчин. Если мы вспомним царскую семью, то там царевич Алексей, он был обеспечен няней, который служащим Мурфлотом был. Но сейчас так мало кто делает, и в любом случае берут няню-женщину. Ну, Елена, а если приходит вот ребёнок, допустим, там, 5-6-7 лет, и спрашивает, откуда я появился, как правильно нужно отвечать на этот вопрос? Капуста, я так понимаю, уже не актуальна. Да, ну, во-первых, не актуальна, во-вторых, конечно, технический прогресс, он... На месте не стоит. Да, и родители не успевают за интернетом порой, да. Но здесь нужно, знаете, как бы первая встреча с ребёнком, это не для того, чтобы его воспитать и рассказать ему что-то, да. А, может быть, первое время нужно понаблюдать за ребёнком в большей степени. Первый год он, собственно говоря, и дан для того, чтобы родители понаблюдали за ребёнком и посмотрели, что ему интересно, что у него, что есть вообще, что ему дано Богом, а что нужно, так сказать, откорректировать. Если ребёнок, ну, такой горластый, знаете, вот как мама одна говорила, как откроет варежку, вот всё, как... Вот, ну, здесь нужно, как бы, не говорить ему, замолчи, да, или, там, не говори об этом. Ну, вот если такое любопытство ребёнок проявляет, в пять лет он действительно может это делать, и более того, он должен это делать. Потому что в пять лет как раз-таки половая, наступает период половой идентификации. И длится, он, собственно говоря, до восьми лет. Потом вступают в отношения, там, другие уже вещи, которые интересные, потребности. Ну, ну, вот здесь вот как-то это происходит вот именно... Да как ответить всё-таки, что сказать? Ответить. Ответить и сказать, откуда он появился. Да. Появился от мамы с папой. То есть... То есть вот такой простой ответ. Да, появился оттуда, вот мы твои родители, мы друг друга полюбили, и, знаете, на самом деле, вот этот миф, который себе придумывают родители, он вызывает определённые страхи. Ребёнок дальше не пойдёт, ему это неинтересно. Даже если вы начнёте ему рассказывать, как происходил процесс, он вас будет слушать краем уха, а потом тронет то, что ему будет интересно. Ну, ему важно было слышать, что родители любят друг друга, и всё, и дальше. А вопрос такой, нет ли сегодня, не наблюдается ли сегодня дефицит общения родителей, прямого контакта со своими детьми? Потому что я, как вот не приду в любой там даже торговый центр или летом где-нибудь на набережной, гуляют родители с детьми, и я очень часто вижу, что дети, родители, чтобы как-то отвлечь детей, просто дают им что-то, планшет, телефон, и дети там что-то сами, и всё. А вот прямого какого-то общения, контакта вот этого личного времени, который уделяется, не наблюдается это сегодня? И как это сказывается вот, собственно, на общении, на такую тему? Ну, я бы сказала, что такая тенденция есть, но она не стопроцентная. Есть родители, которые достаточно много проводят со своими детьми и в прямом контакте, да, но, правда, всегда бывает такой вопрос, насколько этот контакт эффективен. Бывает так, что родители очень мало общаются, но в то же время этот контакт достаточно эффективный, и после этого дети растут уверенные, спокойные. И дело не во времени, дело как. В качестве. Да. Всё делаем. Как мы это всё делаем. Поэтому, да, планшет всего не заменяет и воспитание, и общение, и там какие-то познания. То есть, на самом деле, знаете, технический прогресс, он гораздо быстрее растёт, чем духовный и душевный, на самом деле. Что к сожалению. Да, к сожалению. И в этой части мы, конечно, отстаём. Поэтому чаще всего наши дети будут задавать такие вопросы, как мне выйти на тот портал, где я могу, скажем, удовольствие получить от игры или от какого-то... В прошлом году я была на конгрессе, участником конгресса, который состоялся в Москве, и вот там как раз-таки об этом говорилось. То есть, говорилось о зависимости компьютерной, а не просто компьютерной зависимости, там подчёркивалась такая зависимость, как секс заменяется, ну, даже, может быть, секс – это прямой контакт. А вот эти интимные отношения заменяются совершенно такими вещами, когда человек, не выходя, не сползая с дивана, буквально, не опуская ногу, может удовлетворить все свои потребности, нажав некоторые кнопки, проплатив какие-то услуги, и получить от этого удовольствие, как бы, ощутив там в полной степени оргазм и всё, что угодно. В общем, и ощущения тактильные, и вкусовые, и в общем... В общем, понятно, всё заменяет гаджет. Хорошо, а как, вот, допустим, ребёнок узнал, да, что папа с мамой полюбили, прошло какое-то время, ребёнок подрос, его интересует уже что-то другое, может быть, он к маме с папой не идёт. И стоит ли с детьми 13-14 лет говорить о таком понятии, как сексуальность? А знаете, сексуальность, она же развивается постепенно. То есть, если мы упустили какой-то период жизни, да, то есть, мы заметили, скажем, увидели, что ребёнок стоит перед зеркалом, и там очень переживает за то, что выскочил там плечик в носу, да, и мы не обратили на это внимание. Это тоже относится к сексуальности, потому что половое развитие... Ну, комплекс внешности, да, естественно. Если мы внимательные родители, то мы воспользуемся этим моментом и расскажем о том, что происходит в процессе жизни, разного периода жизни ребёнка, и что будет происходить. И это как раз-таки тот момент, когда мы готовим своих детей к сексуальности, к интимной жизни и к взрослым отношениям в общем. То есть, получается, всё закладывается не только именно конкретно в разговоре про это, да, то есть, всё закладывается изо дня в день, как кирпичик собирается, это одна большая стена. Какие самые основные советы вы бы дали родителям подростков? Основные советы я бы дала, прежде всего, самое важное, самое главное, что прежде чем начинать разговор какой-то о сексуальности или о каких-то таких вот интимных отношениях, нужно этот вопрос проработать самим. Потому что если я со своим ребёнком в этом разговоре буду говорить, ну, я хочу с тобой поговорить, знаешь, вот об этом там, знаете, Неуверенно. Да, я буду говорить неуверенно, я буду говорить как-то какие-то слова непонятные, то в конечном итоге, как в том анекдоте, знаете, ребёнок скажет, Мам, ты хочешь со мной поговорить о сексуальности, да, так вот садись, я тебе расскажу, да, что сегодня проходит и как этим пользоваться, да. Вот это может возникнуть такой момент. А можно совершенно по-другому, каждый день, потихоньку, ну, может быть, не каждый день, по подходящему периоду времени, да. И самое главное, чтобы не переборщить. Вот, во-первых, мы, знаете, если нам ребёнок разрешил с ним поговорить или там спросил, задал вопрос какой-то, вот нужно отвечать только на тот вопрос, который тебе задали. То есть не брать на себя больше. Не брать на себя больше и не заходить в границы, совершенно другие. То есть мы, если нам разрешили, мы стараемся в этот момент ребёнку рассказать, ну, всё, буквально всё. А это счёт на крайности. Да, да. То есть счёт на крайности. И тогда у ребёнка возникает отвращение. Во-первых, потому что мы не спросясь это делаем. Во-вторых, потому что ребёнок не готов был к тому, что мы ему хотим рассказать или посвятить в какие-то вещи, да. И третий момент, знаете, это такая тоже интимность. Это интимность наших отношений. То есть интим – это то, что может быть между двумя людьми. Это некие такие, знаете, тонкие грани чувств, которые возникают в процессе отношений. Если у меня с ребёнком очень сложные отношения, да, ну, практически их нет. Если я бываю дома, готовлю кушать, в это время ребёнок сидит за планшетом, то это не отношения. Да. В общем, всё сводится опять-таки к тому, какое время, сколько времени мы уделяем собственному ребёнку на протяжении всей его жизни, начиная прямо с момента его рождения. Дорогие друзья, помните об этом всегда, в том числе и в разговоре про это, как мы сегодня выяснили, вместе с нашим гостем, заместителем главного врача по детско-подростковой наркологии, врачом-психотерапевтом Еленой Соловьёвой. Елен, спасибо вам огромное, что пришли за такую беседу. Ну, а мы продолжим нашу программу буквально через пару мгновений. Не переключайтесь.